Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас Рено Синик. Вот такой вот синий красавец. Пойдет речь о том, как я его довел до такого состояния. Когда я его купил, можно сказать, напрямую с аукциона, внешний вид его оставлял, конечно, желать лучшего. На нем было уйма битума. Ну, скажем так, в моем понятии много битума. Потому что в Европе, как я понимаю, там есть лизинговая машина, никто там особо не заморачивается. Вот на ней пробег 190 тысяч, и я думаю, что никаких там детейлингов, ничего, где-то мойка сполоснули, и все, машина поехала дальше работать. Очень много было металлических краплений, точек битума от дороги, диски были просто в ужасном состоянии. Сегодня я хочу вам рассказать, потому что многие мне спрашивают, Ваня, а что ты там, после того, как они видели, в каком состоянии машина была изначально. У меня все спрашивают, Ваня, а ты что, гонял машину на полировку, куда-то на детейлинг, что-то с ней делал? В принципе, это все я делал сам, потому что, ну, мне нравится этим заниматься. И сегодня я хочу вам показать, что именно я использую для того, чтобы поддерживать машину в таком состоянии, и чтобы довести после покупки его до такого состояния. Я тут немножко уже вам подготовил свой набор. Почему я покупал CarPro? У меня есть ребята знакомые из План Детейлинг. Дима, привет, если смотришь это видео. Я у него спросил, Дима, вот, чтобы ты порекомендовал мне, как для себя, хорошо отмыть машину, за ней ухаживать, чтобы был блеск, чтобы был хороший гидрофоб. Он мне порекомендовал CarPro. Очень классная компания. И что у меня есть, чем я вот пользуюсь. Так как я мою на даче, в принципе, один, где-то на мойку бывает заезжаю. И мне не всегда есть время это снимать на видео. Поэтому я вам расскажу. Вот такой вот ручной шампунь. Это шампунь кислотный. Очень хорошо отмывает всю въевшуюся грязь. Можно использовать через пенокомплект. Можно также и ведром. Я вот на даче мой ведром. Отмывает, ну, очень хорошо. Мне нравится. Вот такой вот шампунь. Дальше, что мне нравится еще? От битумных пятен и металлических краплений вот такое вот 3X средство. Это универсальное. Вообще есть средство. Я тоже периодически от Карпро пробую именно конкретно от металлических краплений. У них есть средство. И есть средство именно от битума. Это что-то вместе. И от битума, и от металлических краплений. Чтобы поддерживать машину, диски в хорошем состоянии. Чтобы не было там у вас много битума и металлических краплений. Металлические крапления очень хорошо видны. И то есть битумные точки на белых, серых машинах. Они очень видны. Вот это средство очень хорошо их все убирает. Так, дальше, что у нас? Вот это средство тоже огонь. Все мы знаем, когда едем на дачу или приезжаем с дачи. Вот особенно с дачи. Вот я вчера приехал, и у меня опять вся машина вся была в мошках. Вся морда в мошках. Кажется, только потеплело, а уже их много. Мы берем вот это средство. Немножко наносим, буквально. Шук-шук-шук распылили. И мягкой микрофиброй это стираем. Сразу все эти мошки у вас уходят. Расход очень маленький. Очень маленький расход. И средство очень классное. Это у нас средство-чиститель для стекол. Вообще, мега-мега средство. Вот вы используете вместе с такой салфеточкой для стекол. От Карпро тоже. Наносите на стекло. Буквально два пшика протирается. Ну, давайте я даже вам продемонстрирую. Вот буквально раз, два. Два пшика. Берем тряпочку. И смотрите, раз. Очень приятный запах. И оно моментом улетучивается. И никаких следов не оставляет. Идеально чистое получается у вас стекло. Средство для стекол очень хорошее. И салфетка вот эта вот тряпка вообще идеальная. Для стекол классно. Также вот эта вот у меня уже вторая бутылочка. Она у меня есть запечатанная. Одну я уже использовал. Вот такой маленький флакончик. Он используется, скажем так, разводится вот на пол-литра. И точно так же через триггер. После того, как вы машину помыли, наносите. Можно там губочкой распределить по машине. И смывается большим напором воды. Оно придает автомобилю блеск. И очень хороший гидрофоб. Поэтому тоже это называется гидробомба от Carpro. Ну, по-моему, как-то так. Я в названиях слаб. Но результат это дает очень-очень-очень хороший. Ну, вы сами видите, в каком состоянии у меня автомобиль. И он у меня в таком состоянии практически каждый день. Грязь не налипает. И тоже антистатик у нее очень хороший убирает всю эту пыль. И для сушки использую вот такое вот полотенце Carpro. Тоже вот такого вот полотенца. Хватает на всю машину. Не оставляет разводов. Ну, очень классно. Мне нравится. Давайте перейдем внутрь автомобиля. Ну, как вы видите, внутри автомобиля у меня тоже всегда чисто и красиво. Ковры Евромат 3D. Ребятам из Жданович Павильон 1049. Огромное спасибо. Смогли мне подобрать от разных машин коврики Евромат 3D. Поэтому им огромное спасибо. Давайте с этой стороны зайдем. Что я вам хочу сказать. Я не могу определиться, какой же полироль пластика мне подобрать. Вот сейчас у меня нанесен матовый полироль для пластика. Но, если честно, мне больше нравится, когда вид немножко глянцевый. Сейчас я еще с составом немножко определяюсь. Как определюсь, обязательно вам расскажу, какой состав будет здесь. Вот такая вот у меня пахучка, видите. Покупал в компании Эль Круче. Тоже, в принципе, ссылочку могу оставить в описании. Здесь берете, допустим, масло эфирное, какое вам нравится. Сегодня нравится одно, завтра другое. Капаете вот сюда на войлок. Видите, какой он толстый. И он пропитывается. И потом у вас постоянно в машине приятный запах. Ну вот, видите, допустим, про что я говорю, что ковры Евромат 3D. Вот у меня ездит. Жена, я вот сегодня не убирался. Вот так вот у меня после поездки в таком состоянии коврики. Вот, допустим, дети сидят. Тоже, видите, в каком состоянии. Тут буквально оно пару взмахов щеткой, и все, оно убирается. Поэтому такие коврики очень мне нравятся. В каком состоянии у меня под капотом. Что это тут такое? Вот в таком состоянии у меня подкапотное пространство. Также я его поддерживаю в чистоте, может, какая-то. Еще хочу сказать. Если кому-то надо проверить историю автомобиля и Рено из Европы, если вы не знаете оригинальный пробег, какое масло туда заливать, когда менялся имень ГРМ или еще что-то, вы всегда можете написать мне в социальные сети вот контакт. И я постараюсь вам помочь. В принципе, рассказал, показал, какой химией я пользуюсь. Ну, а вы можете написать, какой химией пользуетесь вы. Все, друзья. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока. Пока.